Так, счет игры 6-8. Вашу пользу. Поздравляю. Какие эмоции и впечатления от игры? Ну, у меня эмоции только положительные всегда от каждой игры. Что еще сказать? На самом деле, я новичок в команде в этой. Сегодня была первая игра. С некоторыми ребятами знаком, потому что тренируемся в Метрополее. Это высший клуб, получается, играют в высшей лиге Питера. С ними хорошее общение. В команде нашли со всеми общий язык с первых же минут. Партнеры меня понимают прекрасно, на поле я их тоже. В целом, команда отличная и всех больше понравилась сама игра. Потому что сегодня наша команда в некоторых эпизодах не то что доминировала, а приигрывала соперника вообще просто напрочь. Но соперник тоже показал мастер-класс. Начал тоже нас поддавливать, сравнивал счет. Ну, в особенности в первом тайме. В принципе, игра положительная. Я очень рад, что мы победили. Тем более, в такую сложную матчу, я бы так сказал. Вот. Ну, все. Да, безумно. Но мне больше всех заметились в команде, вот именно если в моей, новые ребята, в особенности наш капитан. По-моему, 11 номер. Я лично пока с ним не знаком. Вот. Ну, все равно. И получилось так, что, как бы, я думал, что будет... Вот именно этот игрок не мог посмотреть, ну, послабее, а оказалось вообще просто уровень игрока... Ну, хорошо себя показал на поле. В принципе, и как команда вообще наша. Показал себя очень хорошо на поле. Вот. А что касается противоположной команды соперников... Ну, че... Что именно ожидал? Какого напора? Что будет бороться с каком-то? Да, да, да. Ну, если мы выходим играть в футбол, это всегда, как бы, знаешь, немного нервозность, немного какие-то такие эмоции перед началом игры. И ты не понимаешь, будет ли идти соперник до конца или нет. Но в основном всегда все команды выходят биться до конца. Потому что этот вид спорта такой. Вот. Что касается соперников, честно, очень сильно понравилось, как мы с ними играли. В особенности понравился Кипер, который тоже давал сюда интервью. Вот. И восьмой номер. А так, в принципе, больше нечего сказать, я так считаю. А какая была установка на сегодня? И удалось ли ее выполнить? Да, установка была победить. Мы ее выполнили. Конечно, мы установку хотели сделать много по-другому. Мы хотели с разницей поменьше мячей выиграть. Но получилось так, что выиграли как бы 8-6. Тоже хороший результат, я считаю. Тем более в таком матче. Как-то больше нечего. А с каким настроем вообще пришли ребята сегодня на игру? И оправдала ли этот настрой сегодняшняя игра? Да, настрой я безусловно оправдал. Потому что все настраивались только на победу. Я как бы зашел в раздевалку. Там уже все сидели немного. Ну, некоторые люди серьезными лицами. Как бы уже настраивались. Потому что победить хотелось очень сильно. Вот. Ну, в основном у нас настрой был всегда на победу. И всегда, я считаю, настрой должен быть именно на победу. Неважно, с кем ты играешь. Будь это слабый соперник, будь это сильная команда. У нас сегодня установка была только победить. Мы ее выполняли. Со стороны вратаря было ли тебе сегодня тяжело? Если оценивать соперника. Если оценивать соперника, то я бы не сказал, что было тяжело. Но было немного нелегко. Я бы так сказал. Потому что ребята начали немного нас поддавливать. Что касается и в середине первого тайма, и в конце второго. Конечно, я там немного косячков-то допустил тоже. Но так, в принципе, нелегкая была игра, я бы так сказал. Соперник полностью оправдал мои ожидания. Вот ты говоришь, что в первом тайме соперник начал сравнивать счет. Чего тогда вам не хватило в первом тайме, для того, чтобы взять на себя неоцетиву так же? Ну вот именно что касается моего мнения, я считаю, что немного концентрации не хватило. Как и мне, как и всем игрокам. Получается, мы вели 2-0. Потом, если вам мешают, то быстро влезли его. Ну да, да, да. Ну там, конечно, тоже неразбериха у нас произошла со вторым голом. А так потом просто быстро собрались, быстро отыгрались, еще один забили. То есть в этом плане все вообще отлично тоже было. Ну здорово, что у вас такая дружная команда. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо большое вам.